Еще раз в доброе время, здравствуйте. На индивидуальном вам коучинге в Уфе, после моих трех с половиной перелетов и бессонных суток, я полетел примерно 7000 км, по-моему, я хочу раскрыть еще одну тему на живом коучинге для уважаемых участников и для всех тех, кто смотрит меня сейчас. Эта тема связана с одной стороны с противоречиями, которые существуют у нас в голове, и с другой стороны, как мы вышли на эту тему, мы вышли на нее через пример об оценочной зависимости, когда человек рассказывает, что он постоянно думает о том, как его воспринимают другие люди, когда он постоянно озабочен тем, какое впечатление он произведет, или производит, или произвел когда-то, но при этом считает себя свободным от чужого дня. Две темы очень интересны, я их буду раскрывать параллельно по переменам. Если буду заговариваться, делайте, пожалуйста, сытку и многое состояние. Итак, начнем с того, что человек, для того, чтобы сохранить свою психику в стабильном состоянии, психика каждого человека здорового весьма и весьма стабильна, что позволяет нам не сойти с ума от каждого внешнего раздражителя, но также можно сказать, что психика каждого человека инертна. Именно поэтому трудно отказаться от старых привычек, пусть даже они, и не самые лучшие модели людей. Именно поэтому трудно быть спонтанным, в том числе поэтому, у некоторых людей. Именно поэтому ему тяжело учиться новому, причем чем старше человек, тем, как правило, ему сложнее что-то в свою привычную картину мира запихнуть. Причем обозначать свою картину мира новыми идеями или теми, которые будут замещать старые, не склонны, в принципе, люди практически любого возраста. Но просто с возрастом, чем старше становится человек, тем ему сложнее чисто физиологически перезагружать свой мозг и свое видение мира. Итак, я хочу вам сказать, что даже если вам кажется, что вас разрывают противоречивые мысли, но не когда, когда вы находитесь в состоянии принятия решения, поехать в Москву жить или нет, поехать. А тогда, когда вы живете жизнь с, как вам кажется, противоречащими убеждениями, или когда вы видите, что кто-то из вашего окружения, возможно, тот, для кого вам есть дело, декларирует одно, делает другое, противоречащие тому, что он говорит, или когда его поступки противоречат друг другу. Когда человек одновременно, например, говорит, что хочет жениться на Машину, при этом также бывает с Дашей, а иногда и с Сергеем. Если вам кажется, что есть некое противоречие в вашем поведении, в ваших установках или в поведении другого человека, то объясняется все весьма незатейливо. Всего два фактора. Либо вы не знаете всего, либо вы не понимаете всего. Покажу на примере. Если вы видите то, что гусинное перо перевешивает на весах гирю, возможно, вы не знаете того, что гусинное перо сделано из какого-нибудь сверхтяжелого вещества, а гиря всего лишь из чугун. Например, чугунная гиря вполне себе нормально плавает и не тонет в ртути, потому что ртуть плотнее, чем в шву, насколько я знаю. Или вы не видите всей картины в целом, возможно, вы не видите, что на чаше весов с пером лежит какая-то невидимая гиря или снизу некая тонкая цепочка, которая удерживает всю эту конструкцию в равновесии. Возможно, если вы видите два противоречивых убеждения в себе или в каком-то, возможно, есть какое-то третье убеждение, которое связывает это все и откоренивает всю систему в другую сторону. Возможно, вы не видите всей картины. Либо вы не видите всей картины, не знаете всех элементов в случае с собой убеждений, либо вы неверно трактуете то, что видите. То есть, ваше представление, гусиное перо легкое, вы не знаете, что может быть это перо птицы, которое очень тяжелое. Теперь вернемся к... То есть, если вы видите противоречие, поищите дополнительную информацию, и вы обязательно найдете то, что противоречия нет. Человеку для сохранения своей психики в стабильном состоянии критично важно жить без противоречий. Как правило, мы, люди, делаем выводы о себе, о том, кто мы есть, по своему поведению, наблюдая сами за собой. То есть, если вы ходите на работу на завод, вы, возможно, ассоциируете себя с работником завода. Почему? А потому что, если что-то выглядит как утка, крякает как утка, наверное, это утка. Вы бы делаете такой же вывод относительно других людей, то есть, если с полосатой палочкой и в фуражке, и в светодвижающем жилете, наверное, ДПСник. Причем, что интересно, попробуйте вспомнить лицо любого человека в форме, полицейского, например, или еще кого, который бы вам встречался. Уверен, что вы не вспомните. Вы видите форму, вы идентифицируете объект, как ДПСник, полицейский, лица вы не запомните. Лица специально не будете присматриваться. Человеческая психика, помимо того, что энергетно, она еще, как и весь человек, заточена на экономии ресурсов. Думать дорого, энергозатратно. Помнить дорого, энергозатратно. Вернемся к тому человеку, который рассказал о том, что с одной стороны он может сделать все, что угодно, не плевать мне, что обо мне подумают, а с другой стороны чувствую, что он постоянно думает о том, что обо мне подумают, как меня воспримут. То есть противоречие между декларированием. люди, которые имеют проблемы с оценочной зависимостью, а таких без привлечения сто процентов населения, за исключением тех людей, которые проходили личный коучинг на результаты по освобождению от оценочной зависимости, и каких-то исключений. Простите, что-то не высказывается. Я начинаю тупить. Я забыл, о чем я говорил до этого. Про оценочную зависимость, про то, что... А, так вот, многие люди, которые имеют проблемы с оценочной зависимостью, поскольку они знают, что это создает проблемы. Проблемы в общении, проблемы в продвижении, проблемы в бизнесе, проблемы на работе, проблемы в отношениях с любыми людьми. Это общее правило, когда у человека есть проблемы в отношениях с собой, у него всегда будут проблемы в отношениях с другими людьми. Он будет ими недоволен, они идут ими недовольны, потому что наши проблемы в отношениях с другими, это не что иное, как проекция наших проблем в отношениях с собой. Человеку, который верен себе, у которого действительно нет проблем с оценочной зависимостью, его крайне сложно вывести из себя, разозлить, невозможно оскорбить, потому что он не реагирует ни на какой раздражитель, как на что-то заслуживающего своего внимания, как внешний мотиватор мира, внутреннего поведения или изменения чувств. Если же это не так, то проблема с оценочной зависимостью есть. Это действительно проблема, потому что, когда есть постоянный страх, проблема не в том, что человек думает, как меня воспримут, а проблема в том, что человек думает, что меня воспримут как-то плохо, ко мне будут плохо относиться, это вызовет какие-то проблемы, какие, я не знаю, они страшные и противные, поэтому возникает страх не так ступить, не так сказать, не туда сесть, страх вызывает стресс и, как всегда, и очень часто после страха возникает виние, возможно, от сока чего. Человек злится на себя, человек злится на других и очень легко вывести из себя, потому что он постоянно носит себе напряжение, потому что на самом деле ему и есть дело до того, что о нем думают другие люди. Даже не то, что они думают о нем, ему и есть дело до того, что о нем могут подумать. И в этом виду. Как сочетаются в одном черепе два убеждения, я могу сделать все, что угодно, не плеваю на всех, и просто шлененка по поведению, потому что вот проблемы на работе, вот проблемы в творчестве, вот проблемы в отношениях с мамой, с девушкой, с мужем, с кем угодно, вот некомфортно себя чувствую с новыми людьми или в интернете что-нибудь написал, и не дай бог, кто напишет негативный комментарий. Если уж написал, то все, вешай себе. Вы знаете, без привлечения, почему нету в социальных сетях кнопки не нравятся. Потому что, если бы ее сделали, число самоубийств выросло бы в разы. Людям очень сильно есть дело не того, что они думают другие люди. В одноклассниках есть возможность оценивать фотографии людей, ну или раньше, когда-то было, поставить от одной до пяти баллов. Как правило, все друг другу ставят пять с плюсом, не дай бог, ты четыре поставишь. О, господи, одни раз даже на пикабу была целая подборка, как разные люди разного возраста и статуса матом, угрозами реагируют на выставленную единицу от других людей. Айду порежу, пойду вычислю, да что ты о себе возомнил, думаешь, мне есть дело до твоей оценки, да пошел ты. Мне нет дела до твоей оценки, мне настолько нет дела до твоей оценки, что я пишу тебе о том, как мне не делали до твоей оценки. Эйди, ты сейчас сама кого-то наставлю, иди убейся об стену, дура, и так далее. Это массовое сознание присутствует в людях. Идет откуда? Идет из нашего воспитания, идет из нашего детства, потому что хорошо воспитанный ребенок по поведению мало чем отличается от хорошо, качественно выгрессированной собаки. «Подай, принеси, уйди, не мешай, заткнись, и голос сядь». Как заставить человека делать не то, что он хочет, а то, что должно его воспитателям и тем, кто с ним занимается. Родители, воспитатели, старшие родственники. когда уже нет возможности постоянно наблюдать за объектом, надо, чтобы объект наблюдался сам за собой. Вместо того, чтобы ходить за ним охранником, надо посадить ему охранника в голову. И, к сожалению, это массовое тоже, у нас люди часто вообще не воспринимают, что существует разделение между плохим, неэффективным поведением и плохим, неэффективным человеком. То есть, ребенок принес, например, тройку, ему говорят «ты дебил», «ты тупица». Или в мягком варианте но то же самое по сути. То есть, шел с тобой и так. И вместо того, чтобы оценивать и корректировать поведение неосознанно, люди, к сожалению, дрессируют своих детей на неуспех, потому что им вдалбливается чувство неполноценности, потому что не разделяется то, что ты плохо поступил и ты плохой человек, ты плохой ребенок. Для ребенка для любого самые важные люди это папа, мама и он всегда стремился и будет стремиться и угодить и понравиться, если родители пусть даже из добрых побуждений говорят своим детям о том, что ты плохой, то что в Геленджике локопарк хотел, видел там сцену то ли бабушка, то ли мама в возрасте, ребенок лет 11, она его хочет спасибо сфоткать, наверное, что угодно пластик его уже эти пятерки получить, и она на него нажимает, куда пошел, стой, ты можешь нормально стать, ты дебил, что ли, стой так, вот так, молодец, хорошо, не так, она его так фотографировала минут 6, наверное, ну и при этом она хотела, чтобы он улыбался, счастливо, на фоне конкурсов. К сожалению, таких сцен мы сами наблюдали много раз много в день. На моем сайте земеров.ру есть несколько материалов на тему детско-отвестических отношений, сам я не специализируюсь на детско-отвестических отношениях, только с образовыми людьми работаю, и эти материалы они именно для взрослых людей, не для детей. Так вот, оценочная зависимость есть свойства вынудрессированные, от него не нужно избавляться, потому что проблемы она создает. Человек никогда не самореализуется и никогда не будет счастлив, и никогда не будет себя уважать, пока у него есть зависимость от чужого мнения. Если вы мои материалы читали, смотрели, слушали раньше, вы знаете, что я использую эту бухгалтерную лексику. Сейчас я ее не использую. В порядке эксперимента, но не потому, что есть некое внешнее увеличение, на моем канале или на подкаст стриме немало подкастов с маркировкой 18+. Прошу прощения, опять туплю. Возвращаемся к нашей теме про то, как в одной голове сочетается и убеждение, то, что я могу сделать все, что угодно и фактически постоянная подстройка других людей, так, чтобы получить одобрение. Или даже не только, чтобы получить одобрение. На самом деле, здесь не столько есть... Сочная весимость состоит из желания угодить, стоит быть хорошим, получить одобрение, и из страха получить неодобрение. Как вы думаете, что сильнее, желание получить одобрение или страх получить неодобрение, быть оцененным плохо? Страх. Правильный страх. Стимул получить улыбку действует, но гораздо хуже, чем стимул, если я так не сделаю. Человек реально замирает. Стресс и мысли начинают как в киселе повлавываться. Я позавчера, по-моему, на грязи вулкан шугу ездил, там прыгали в грязь, и пытаешься в ней плавать. Плавать там можно со скоростью 2 метра в неделю, примерно. Вот примерно так же мысли начинают течь в стрессованной голове. Крайне вяло, крайне неэффективно. Это я сейчас опять один из тех роликов и подкастов про это я сейчас записываю, которые не имеют одной общей темы. Потому что очень много тем мы сейчас скрепляем одну и другую. Но это и хорошо. Пусть такие ролики тоже будут. В конце концов, один и тот умный. Быть собой означает не только быть не похожим на других, но и так же быть не похожим на себя. Идем дальше. Вернее, не дальше. Возвращаемся к началу. Мы будем завершать этот ролик и подкаст. Когда человек говорит, что я могу сделать все, что угодно, он не верит в то, что он может сделать все, что угодно. Более того, он знает о своей ущербности, о том, что он, скорее всего, ничего не сделает. Потому что есть простое правило. Можешь, сделай, или не, выдерживайся. потому что когда человек говорит о чем-то, отвечает на вопрос, который ему никто не задавал, это декларация намерения, это вопль о том, что человек жаждет того, что он желает искренне, всей душой. Это его вопль о страсти. Что такое страсть? Это великое желание обладания чем-то, с одной стороны, и великая боль от необладания или наркотической зависимости. Да и как и любая другая зависимость. Поэтому противоречия на самом деле нет. Потому что фактически человек, заявляющий о том, что он не плевает на то, что он не думают другие люди, а все это когда никто не спрашивает, не выражает вслух положение дел у него внутри. Он выражает вслух свое желание, как бы я хотел, чтобы это было так. Ну ладно, у нас тут уже веселуха пошла, тут эта муха никому покоя не дает. Я надеюсь, что хоть молодец. А что хочешь что-то полезное из этого ролика подкаста извлечете, если это так, буду. С вами был кодж Ильдар Зенуров, мой сайт zenurov.ru Пока-пока.